Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале WorldClausePro. В сегодняшнем выпуске мы будем с вами говорить о том, как выполнить утепленную отмостку вокруг вашего дома. Покажу все этапы, как она выполняется, о чем ни в коем случае нельзя забывать при устройстве отмостки утепленной в том случае. И самое интересное, что отмостка у нас без бетона. Мы вообще в принципе не сторонники в бетонной отмостке, потому что, во-первых, это не очень красиво, во-вторых, это не практично, в-третьих, это довольно трудоемко. Поэтому мы делаем отмостку без бетона, мы делаем ее из брусчатки, то есть фактически это будет тропинка, она же отмостка, и эта отмостка никак не будет выбиваться из общего фона благоустройства на участке, который будет также из брусчатки, ну именно дорожки, тропинки, въезды. Начинаем! Так, друзья, что же мы сейчас будем делать первым делом? Первым делом мы снимаем лишний песок, то есть тут вот видно, ну уже был отсыпан участок, там плюс-минус в отметку, лишний песок мы снимаем, будем его еще раз тут протрамбовывать, хотя он тут уже уплотнен, довольно давно лежит, уже после заливки фундамента никто тут ничего не копал. Соответственно мы это все протрамбовываем, ниже здесь у нас сотка экструдированного пенополистирола, это фактически несъемная палубка для УШП, сверху уже идет облицовка камня, черный сланец на сетке, на клею он здесь держится. Соответственно нам сейчас нужно подвести утеплитель вот сюда, то есть у нас уже сейчас понятна отметка благоустройства, она примерно вот здесь, там чуть выше начала камня, это верх плитки. Здесь мы сейчас делаем ровненькое основание, протрамбовываем, укладываем пеноплекс, точнее экструдированный пенополистирол, многие оговариваются, видите, даже я, хотя вроде постоянно с этим сталкиваюсь, пеноплекс это просто наименование марка-производитель, это не материал. Соответственно вот сюда укладываем, сверху будем делать еще из мембраны ядроизоляцию и дальше уже пойдет у нас горцовка и пойдет брусчаточка, как в качестве отмозки, она же будет и дорожкой. Итак, следующий этап у нас, значит, протрамбовали, во-первых, основание из песка, сняли его в нужную отметку, прикинули уже высоту, соответственно, благоустройства будущего. То есть получается, что у нас песок был снят на 26 сантиметров, из которых у нас 5 сантиметров это щебень, 10 сантиметров это утеплитель, дальше будет 5 сантиметров песка. И, соответственно, на горцовку мы кладем уже сюда брусчатку, которая 6 сантиметровая, в итоге на 26 сантиметров мы выходим. Под щебнем у нас лежит геотекстиль, то есть чтобы слой из песка и щебня не перемешивался, ну и, соответственно, чтобы вот здесь потом ничего не прорастало. То есть, может, здесь уже будет брусчатка, то есть отмостка сама у нас 60, но дорожка здесь будет 90, то есть немножко шире. Поэтому мы кладем туда геотекстиль и на него сыпем уже щебень. Все это, опять же, было протрамбовано и сверху уже укладывается утеплитель. Когда по всему контуру утеплитель будет выполнен, уже, соответственно, будем это все присыпать в нужную отметку под мощение, ставить бордюры и делать уже саму отмостку из плитки. Друзья, немножко еще теории, то есть для чего вообще нужна утепленная отмостка и сразу скажу, что не мы ее придумали. Я думаю, что сейчас тут многие найдутся, кто будет говорить, что это полный бред, что вот этого нет никакого смысла. Но я, во-первых, никого не прошу делать такую отмостку, я не говорю, что это самое лучшее решение по отмосткам и так далее. Но это решение, которое рекомендуется производителями, точнее не производителями, а разработчиками системы УШП, к примеру. То есть системы финских ленточных фундаментов мелкозаглубленных. То есть в них всегда рекомендуется делать утепленную отмостку. Для чего? То есть если мы делаем глубокого заложения фундамент, то есть он защищен от морозного пучения просто тем, что он уходит ниже глубины промерзания. То есть, к примеру, ленточный фундамент, который разглублен на полтора метра в том регионе, где, к примеру, глубина промерзания метр десять, метр двадцать, все, вы можете не париться. То есть какой бы там ни был грунт, ну если он по несущей способности проходит, если даже его будет пучинить, его будет пучинить выше глубины промерзания, вашему фундаменту нечего бояться. Если же мы говорим о фундаменте мелкого залегания, как, например, утепленная шведская плита, либо мелкая ленточная, мелкий ленточный фундамент мелкого залегания, то здесь силы морозного пучения могут негативно сказаться на вашем фундаменте, и влага, которая окажется под вашим фундаментом зимой, начнет замерзать, особенно по контуру. И, соответственно, будет пучить грунт, и он будет выдавливать ваш бетон, ваш фундамент вверх. За счет этого могут произойти деформации и трещины в вашем фундаменте. Соответственно, когда мы утепляем отмостку по периметру, прокладываем утеплитель, мы немножко от края отдаляем, соответственно, вот эту вот границу промерзания. И несмотря на то, что у нас, то есть мы обычно утепляем какую-то теплую конструкцию, здесь мы утепляем землю. Но земля, не забывайте, она тоже находится в тепле. Когда, условно, начинает бомбить мороз, там, минус 20, минус 25, земля промерзает, там, всего лишь на метр 10, метр 20, полтора, зависит от региона. А дальше она плюсовой температуры, то есть земля, в принципе, всегда теплая, и она промерзает только сверху. Если мы ее утепляем, это то же самое, как мы утепляем какую-то теплую конструкцию, в которой плюс. Соответственно, то же самое. По периметру мы утепляем землю и смещаем линию промерзания от края фундамента, да, до, там, уже, ну, ширины, там, утепленной отмостки, там, 60, там, 80, там, метр 20. Здесь уже по-разному, кто, кто и как делает. И, соответственно, вот, когда мы уложили утеплитель, мы начинаем выставлять бордюры, то есть в нашем случае отмостка без бетона, без асфальта. То есть у нас отмостка из брусчатки. Мы выставляем бордюры, все это внутри протрамбовываем, далее уже, собственно, укладываем мембрану плантер, отсыпаем сверху горцовку. Это смесь песка и цемента в соотношении примерно 1 к 4, 1 к 5, то есть одна часть цемента и 4-5 частей песка. Все это, опять же, протрамбовываем в нужный нам уровень и на эту горцовку укладываем брусчаточку. И брусчатку, соответственно, уже потом протрамбовываем. Давайте сейчас пойдем. Друзья, ну и вот так это все уже выглядит в законченном состоянии. То есть все, здесь уже весь пирог у нас выполнен, лежит брусчатка, стоит бордюрчик, здесь утеплитель, то есть, соответственно, весь пирог, который необходим нам для утепленной отмостки. Никакого бетона, то есть только брусчатка на горцовке лежащая, то есть вот, например, здесь у нас тоже сейчас подготовка идет, то есть просто был дождь, накрыли пленкой. А так здесь также вот сделана горцовка, только здесь, соответственно, нет гидроизоляции, то есть здесь вот под пленкой у нас она лежит. И здесь уже потом на горцовку, собственно, уложена сама брусчатка. И обязательно еще брусчатку вот в зонах вообще, ну, отмостки, тропинок, ее лучше трамбовать еще сверху, потому что многие просто кладут, не трамбуют. Но лучше ее трамбовать также виброплитой, только с резиновым ковриком. И, соответственно, вот так уже вокруг все это лежит. Стоят дождеприемники от ливневки. Здесь тоже полностью заведено. Единственное, что у нас, конечно, рваный камень. И еще немножко вот тут не доделано, то есть тут надо будет все это присыпать, протрамбовать, чтобы смотрелось все это аккуратно. Потому что здесь практически невозможно рассчитать так, чтобы лежала целая брусчатка, потому что где-то камень выпирает там больше, где-то меньше. Если бы была ровная облицовка, да, прямо вот в ноль, то, соответственно, можно было этого избежать и четенько подогнать размеры брусчатки. Но, к сожалению, в этом случае это никак не сделаешь. Друзья, ну, в общем, на сегодня наш выпуск подходит к концу. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки. Не забывайте, что у нас есть также Инстаграм и ТикТок. Подписывайтесь, смотрите, мы там регулярно публикуем различные ролики, видео, фотографии с наших объектов и рассказываем какие-то полезные вещи про строительство и проектирование. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Александр, команда World Class Pro. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!